Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире очередная передача Canadian Bear News. Канадские новости по-русски. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В Корее на встрече в Верхах будут обсуждаться вопросы о том, как можно максимально обезопасить мир от последствий природных катаклизмов, которые могут разрушить ядерные электростанции, так как это произошло в прошлом году в японской Фукусиме. Кстати, канадский премьер навестит район бедствия в японской провинции Синдай и примет участие в церемонии поминовения жертв прошлогоднего землетрясения и цунами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Правительство консерваторов, как и обещало, внесло на рассмотрение федерального парламента новый законопроект, который ужесточает правила получения гражданства для въезжающих в страну жены мужей к уже живущим в Канаде. Если закон будет принят, вновь заключенный брак, прежде чем приехавший супруг или супруга получит статус постоянного жителя, landed immigrant, будет длиться не менее двух лет. Марк Скривенер, канадский представитель североамериканского брачного агентства Volga Girl, считает такие условия вполне справедливыми. Volga Girl заявляет о своем бизнесе как наиболее надежном и эффективном средстве для того, чтобы найти себе русскую жену. Со 2 марта в Канаде уже действует другой закон, по которому супруги и мигранты, которые оформили развод со своими канадскими мужьями или женами, в течение пяти лет в дальнейшем не могут вновь жениться или выходить замуж, спонсируя иностранцев. Некоторые критики этих законов говорят, что они подвергают риску прежде всего женщин, которые, желая остаться в Канаде, якобы станут заложниками своих порой очень агрессивных мужей. В избирательном округе в Торонто-Данфорд, где в понедельник проходили до выборов в федеральный парламент, как и ожидалось, победу одержал представитель новой демократической партии Крейг Скотт. Крейг Скотт, профессор права Йоркского университета, заменит в Кватаве скончавшегося в прошлом году лидера НДП Джека Лейтона. Оранжевая команда останется здесь надолго, провозгласил Скотт после объявления результатов голосования. Он пообещал, что фракция новых демократов, официальная оппозиция Палаты общин федерального парламента, как следует, возьмется, как он выразился, за Стивена Харпера и его консерватора. По предварительным данным, Крейг Скотт набрал 58% голосов избирателей, тогда как его основной соперник Гран Гордон, либерал, сумел заручиться поддержкой всего 29% жителей района, где представители НДП избираются с 2004 года. Напомню, в Палате общин сегодня консерваторы имеют 165, НДП 102, а либералы 35 мест. В преддверии прошедшего у нас в Канаде Дня Святого Патрика, ирландского праздника, который в последние пару десятилетий все ярче отмечается в Канаде, Бюро статистики опубликовало интересные данные. Из них следует, что эмиграция из Ирландии в Канаду увеличивается. Чаще всего люди едут сюда на временную работу. Так, в 2011 году в Канаду поработать приехали 5200 ирландцев, сразу на 1000 больше, чем в 2010. Конечно, соперничать с наплывом временных работников из Мексики или, скажем, с Филиппин им довольно тяжело, однако ирландцы, не видя перспектив на родине, уровень безработицы там достигает 16%, охотно едут на заработки в страну кленового листа, то есть к нам. По мнению специалистов по эмиграции, временные работники из Ирландии имеют верную возможность пустить в своей новой стране глубокие корни. У них нет языкового барьера, большинство приезжих имеют хорошее образование и обладают прекрасными профессиональными навыками. А именно такие качества сейчас требуются от эмигрантов. Местное общение, судя по откликам торонских ирландцев, относится к приезду соотечественников очень и очень тепло. Известие о рабочей эмиграции в Канаду породили даже некоторую ревность в Соединенных Штатах. И эта страна считалась колыбелью ирландской эмиграции. Впрочем, впускная система США скорее препятствует приезду иностранцев. В то же время канадцы приветствуют образованных и умелых работников. Так, премьер Соскочевана Брэд Уолл всячески поддерживает эмигрантов и однажды даже съездил в Ирландию для того, чтобы привлечь к себе в провинцию новых рекрутов. Корпорация Bell Canada BC Incorporated, одно из крупнейших предприятий страны, объявила о покупке компании Astral Media. Что это означает? Это значит, что Bell становится теперь владельцем множества принадлежащих Astral телевизионных каналов. Всего этой фирме, основанной в 1961 году, принадлежали 22 телеканала, в том числе TMN, HBO Canada, а также Disney Junior, Teletoon, Canada Bui, Canal D и Music Plus. Кроме того, 84 радиостанции. Штаб-квартиры обеих фирм расположены в Монреале, и это делает, как считает Джордж Коуп, президент и исполнительный директор BC, их слияние особо важным для провинции Квебек. Мы собираемся значительно расширить наше вещание на французском, сообщил Коуп на пресс-конференции в Монреале. Сделка, которая оценивается в 3 миллиарда 380 миллионов долларов, должна быть, правда, еще одобрена федеральными властями Канады. Канада должна предупредить геев и лесбиянок, которые собираются посетить Петровскую столицу России, Санкт-Петербург, о том, что они должны опасаться проявлять в этом городе свои чувства, каким-то образом демонстрировать свои отношения. Как пояснил министр иностранных дел Джон Берд, в Петербурге, несмотря на то, что однополая любовь законодательно не запрещена российскими властями, местные органы власти все-таки приняли подзаконный городской акт, по которому вводится запрет на любую форму пропаганды гомосексуализма, который почему-то приравнивается в этих правилах к педофилии. Городской закон от 7 марта подписал губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, а через 10 дней в субботу он вступил в силу. Публичные действия, направленные на пропаганду мужеложества, лесбиянства, бисексуализма, трансгендерности среди несовершеннолетних, влекут административный штраф для граждан в размере 5000 рублей, для должностных лиц – 50 тысяч рублей, для юридических лиц – от 250 до 500 тысяч рублей. Канадцам рекомендуется воздержаться от проявления любовных чувств на публике, говорится в заявлении МИД Канады. В противном случае граждане Канады могут стать объектом насилия со стороны местных властей. Как минимум во второй раз за последние три года правительство либералов провинции Онтарио подвергается, извините, уничижительной критике со стороны независимого аудитора. Ранее кабинет Макгинти допустил безумные растраты общественных денег на создание электронного реестра пациентов. Если вы помните, E-Health – этот реестр обошелся налогоплательщикам в более чем миллиард долларов. Другая история – это Orange – программа экстренной помощи и доставки вертолетами и самолетами в больницы жителей районов, которые лишены других видов транспорта. Воздушная скорая помощь, по словам аудитора Джима Маккартера, обходилась провинцией слишком дорого. В этой службе платились слишком большие зарплаты. Вертолеты и самолеты часто использовались не по назначению. За последние пять лет Orange обошлась казне в 700 миллионов долларов, а еще 300 миллионов были заимствованы этой компанией для закупки авиапарков, в которых в этих закупках не было необходимости, причем под провинциальные гарантии у канадских банков. За те же пять лет стоимость программы выросла на 20%, а количество пациентов сократилось на 6. Тем временем годовой оклад президента Orange Криса Матци составлял 1,4 миллиона долларов, и он был самым высокооплачиваемым правительственным чиновником провинции. Аудитор указал, что изучение документов и бухгалтерских книг организации показывает типичную картину того, что может случиться, когда правительство не получает информации или не управляет, как следует, находящимися у него в прямом подчинении департаментами. Многие факты указывают на то, что президент Orange, правительственный служащий, получал прямую выгоду от сотрудничества с другими фирмами, в которых он также имел личный интерес. То, каким образом финансировались такие частные предприятия, больше похоже на мошенничество, а вовсе не на честное профессиональное управление предприятием. Экономические новости спонсоры рубрики «Ипотечные брокеры» Михаил Тульчанецкий и Денис Державец. Как не покажется это странным, флагманом онтарийской экономики, когда-то ведомой мощными промышленными предприятиями, становится казино. Заведение, где можно играть в азартные игры, жестко контролируется правительством провинции. В условиях 16-миллиардного дефицита бюджета Далтон Магинти и его кабинет пытаются найти способ решить проблему, не раздражая очень при этом граждан Онтарио. Так или иначе, вместо промышленности в Онтарио теперь ведущей экономической силой будет казино. Представитель ОЛГ, председатель ОЛГ, Ontario Lottery and Gaming Corporation, Пол Готфри, заявил в пятницу о том, что он готов вести переговоры с политиками в столице Онтарио и в окрестностях Торонто. Речь председателя, о которой он произнес в Квинс-парке, где располагается комплекс правительственных зданий, была весьма пафосной. «Строительство нового казино», — вещал Готфри, — «послужит делу создания новых рабочих мест. Это является катализатором нашего экономического роста и процветания. Это будет решающим фактором для туризма, но более всего источником гордости нашей общины», — так продолжал председатель лотерейной корпорации. Его речь мне, например, напоминала речи советских лидеров. Исследование, которое было проведено основными университетами Канады, не обнаружило никакой связи между существованием казино и уровнем преступности там, где эти казино располагаются. Предложения о том, где именно появятся новые игровые заведения, официально пока не прозвучали. Возможно, это будет парк «Онтарио Плейс». Согласно данным ОЛЖИ, доходы от казино вблизи границы США упали за последние 10 лет с 800 миллионов до 100 миллионов долларов в год. Снизилась также, особенно среди граждан моложе 45 лет, и активность в покупке лотерейных билетов. Всего же антарийское правительство получает ежегодно от азартных игр порядка 2 миллиардов долларов дохода. Председатель Готфри и министр финансов Антарио Дуайт Данкан заявляют, что если планы по строительству нового казино и расширению сети пунктов по продаже лотерейных билетов будут притворяться в жизнь, этот доход к 2018 году вырастет более чем в полтора раза на 1 миллиард 300 миллионов долларов. К тому же будет создано 2300 вакансий, непосредственно связанных с этими заведениями, еще порядка 4000 в сопряженном секторе туризма, в гостиницах, ресторанах и тому подобных заведениях. Впервые за последние несколько лет число владельцев мобильных телефонов марки BlackBerry уступает тем, кто предпочитает еблофоны – Apple iPhones. Производитель BlackBerry компании Research & Motion в прошлом году продала в Канаде у себя на родине более 2 миллионов своих телефонов. Apple сумел продать 2 миллиона 850 тысяч аппаратов. Еще в 2008-м канадских мобильников продавалось здесь в 5 раз больше, чем айфонов. По мнению экспертов, канадский производитель теряет рынок из-за отставания в внедрении новых компьютерных аппликаций для смартфонов и из-за того, что аппараты RIM не так удобны и легки для владельцев. Для того, чтобы вернуть доверие покупателей, Research & Motion должна представить на рынке что-то очень и очень привлекательное. Так, в текущем году модели телефона BlackBerry 10 будут гораздо более удобны, а также оснащены лучшими экранами и операционной системой, которая позволит более быстрое и легкое общение в интернете. В списке 100 самых известных торговых марок мира Apple взобрался, по данным, за октябрь 2011-го на 8-е место, на 9-е выше, чем ранее, а BlackBerry потерял 2 места и опустился на 54-ю строчку табеля о рангах. Ко всем бедам со своими собственными служащими, которые то и дело собираются бастовать, крупнейшая канадская авиакомпания Air Canada столкнулась в воскресенье с еще одной профсоюзной проблемой. Частная компания Avius Fleet Performance, которая осуществляет плановое обслуживание и ремонт летного парка Air Canada, совершенно неожиданно для многих закрыла свои предприятия. На эту фирму трудится примерно 2400 человек, 1800 из которых в Монреале, 350 в Виннипеге и 250 в Ванкувере. Служащие ремонтной компании не желают по-тихому разойтись по домам и смириться с тем, что их работодатели попросту закрыли все предприятия фирмы. Порядка тысячи человек во вторник днем вышли на демонстрацию в Монреале, где находятся крупнейшие предприятия фирмы. Они устроили митинг и пикетирование штаб-квартиры Air Canada. В сложившейся ситуации в дело вмешалась даже полиция. Подразделение по борьбе с беспорядками оттеснило пикетчиков, чтобы служащие могли все-таки пройти в офисное здание. Представители Air Canada утверждают, что проблемы Avius не повлекут за собой задержек с вылетом самолетом и предложили Avius в качестве экстренной помощи 15 миллионов долларов. Однако это предложение пока остается без ответа. И еще о демонстрациях. В четверг в канадской провинции Квебек состоялись самые массовые за всю историю акции протеста студентов против повышения платы за обучение. Самая многочисленная из всех подобных акций проходила в крупнейшем городе провинции Монреале, городе, где расположено большинство главных университетов Квебека. Эта студенческая демонстрация буквально парализовала Монреаль. По некоторым данным, акция оказалась гораздо более многолюдной, чем знаменитый митинг 1995 года, проведенный монреальцами в знак протеста против отделения от Канады. Процессия молодежи растянулась на несколько километров. Никаких серьезных инцидентов, правда, отмечено не было. Хотя в самом начале акции протеста полицейские отобрали у некоторых демонстранцев палки и бейсбольные биты. По крайней мере, один из выступавших на митинге студентов предупредил, если правительство Квебека не пойдет навстречу молодежи, то следующей акцией может стать пикетирование и блокада промышленных предприятий, офисных зданий, что повлечет за собой серьезные негативные последствия для экономики провинции. Несколько дней назад правительство либералов Жанна Шаре отказалось идти на уступки студентам и отменить свое решение об увеличении на 75% в течение последующих пяти лет стоимости обучения. Радио Плюс. Слушай нас по дороге на работу. С понедельника по пятницу с 8.30 утра на волне АМ к 14.30. С вами в эфире Алла Кадыш, Евгений Бычков и Владимир Каневский. Одновременно вы можете слушать прямой эфир в интернете на сайтах radioplass.ca или russians.ca. Генеральный спонсор программы Ями Маркет. СФ Продакшн представляет Впервые в Канаде Самый модный и популярный исполнитель Азербайджана Мири Юсиф С сольной программой Карма 3 мая Торонто 5 мая Монреаль Билеты можно приобрести во всех русских магазинах Информация по телефону 647-961-4241 Интересное сообщение от телефонной компании Bell Canada маскирует теперь ретрансляторы мобильной связи под деревья Компания Bell Canada планирует отныне маскировать мачты передачи сигнала Мобильной телефонной связи под типичные для канадской природы деревья Так что если вы увидите случайно посреди леса где-нибудь в северном Онтарио, скажем Как будто выросшую на стероидах сосну 30-метровой высоты Вполне может оказаться, что переросток этот это, ну, в общем, сотовая мачта Идея такой техномимикрии не нова и уже использовалась в США Где передающие антенны делали, правда, похожими на пальмы Но в Канаде подобные идеи используются впервые По информации Bell, первые сосны башни планируется поднять в национальном парке Алгонкин Всего в курортном районе Онтарио-Мускоко установят примерно 20 таких сотовых деревьев Некоторые местные жители обеспокоены тем, что ретрансляторы, которые устанавливаются недалеко от их домов Могут оказать влияние на здоровье людей Однако, по данным Министерства здравоохранения Канады, сила сигнала намного меньше, чем установленный правилами максимум Bell старается расширить зону покрытия для того, чтобы и местные жители, и туристы В случае необходимости имели возможность общаться со своими близкими И что намного важнее, позвать на помощь, когда они оказываются в экстренной ситуации Сразу три компании были оштрафованы Бюро по соблюдению конкуренции Канады, Competition Bureau За то, что на их заправочных станциях в антарийских городах Кингстон и Броквель Владельцы или мянеджеры устанавливали, договорившись между собой, определенную цену на автомобильное топливо Такая практика в Канаде запрещена, и теперь корпорация Canadian Tire должна будет уплатить штраф в размере 900 тысяч долларов Pioneer Energy оштрафовали на 985, а Mr. Gas маленькую компанию на 150 тысяч долларов Сравнительно небольшая, но удалая пивоваренная компания Kiddi Vidi Brewery, которая производит хмельный напиток Используя воду из растопленного льда айсбергов, на днях увеличила залоговую стоимость своих бутылок В которых продается популярная в провинции Ньюфаундленд и Лабрадор пиво Точнее, владельцы предлагают тем, кто вернет им характерного синего цвета фирменной бутылки Вдвое больше, чем покупатели когда-то платили за них в магазине Kiddi Vidi должны были это сделать, помня печальный опыт прошлого года, когда у них просто некуда было разливать готовое пиво И они вынуждены были приостановить производство на пару месяцев Тем временем Ньюфаундлендсы готовятся к повышенному спросу на свое пиво После того, как на американском радиоканале NPR, National Public Radio, вышла передача, которая рассказала об использовании айсберга В производстве различных спиртных и хмельных напитков Печальный случай 87-летняя женщина, жительница Британской Колумбии, потеряла 20 тысяч долларов из своих сбережений Деньги были отданы мошенникам, которые организовали преступную схему Обманщики сыграли на ее материнских инстинктах Пострадавшая узнала, что ее внук, якобы внук, оказался арестованным в Монреале, где он попал в руки полиции за вождение в состоянии алкогольного опьянения Негодяи звонили несколько раз и просили выслать им ту или иную сумму То на штраф, то на выход из тюрьмы под залог, то на взятки Обманутая женщина в общей сложности послала на выручку внучку 20 тысяч долларов Деньги не переводились со счета на счет, а каждый раз их забирал посыльный экспресс-служба UPS Переводы прекратились, лишь когда об этой истории узнал сын старушки Родственники пострадавшей винят в ее бедах не только преступников, но и Тиди-банк Который по просьбе престарелой гражданки предоставил ей заем на 5 тысяч долларов, который она не в состоянии выплачивать Представители банка, в свою очередь, ведут с должницей переговоры о том, как она все-таки будет погашать долг Однако прощать ей эту сумму вовсе не собираются Вернемся на несколько дней назад После чересчур бурного празднования Дня Святого Патрика в Антарийском Лондоне Полиция пытается найти вандалов, которые устроили там беспорядки Настоящий погром Толпа, примерно в тысячу человек, вошла в раж, отмечая День Ирландского Святого Маршировавшие молодые люди подожгли машину телевизионщиков И забросали пустыми бутылками и обломками кирпича, следивших за порядком блюстителей порядка После такой вечеринки за хулиганство и вандализм в субботу уже были арестованы 11 человек 8 из них студенты местного колледжа Фэншоу По данным полиции, беспорядки в Лондоне Крупнейшее проявление гражданского неповиновения за всю историю этого города Следствие, судя по всему, самым активным образом будет использовать данные социальных сетей интернета Для того, чтобы найти нарушителей, тем более, что некоторые из них уже отметились В комментариях, выложенного, например, на сайт YouTube видеоролика, один из участников признается, что помогал переворачивать автомобиль, который потом сожгли Мэр Лондона Джо Фонтана пообещал найти вандалов и наказать их Ущерб от действий их оценивается примерно в 100 тысяч долларов А администрация колледжа, в свою очередь, уже отстранила 8 человек от занятий Апелляционный суд Онтарио отменил прежние решения судей города Числина Признав тем самым, что председательствующий превысил свои полномочия Речь идет о заседании от 21 июля Когда королевский прокурор Брайан Маккаллен опоздал, возвращался с перерыва на 6 минут Числин решил оправдать всех обвиняемых, причем даже тех, кто раньше уже признал себя виновным И ожидал просто определения наказания Прокурор вернулся и объяснил, что он читал медицинское заключение экспертов, психотерапевтов об обвиняемом А система оповещения в его комнате просто не работает Поэтому он и не слышал сигнала судья В ответ заявил, что время упущено И оправдал за отсутствие представителя обвинения всех Члены апелляционного суда отменили это странные оправдательные переговоры Официально объявив о том, что Числин превысил свои полномочия Что в дальнейшем произойдет с более чем странным представителем правосудия, пока неизвестно По крайней мере, пока никаких слушаний по разбирательству его странного поведения не назначено И еще о судебной системе, о тюремной системе Поведение осужденного Ричарда Уилса, убийцы и бывшего полицейского Настолько шокировало даже видавших виды охранников кингстонской тюрьмы И других заключенных, кстати, что они потребовали его перевода в другое исправительное заведение Своё возмущение неадекватными поступками Уилса высказал также печально известный Пол Бернардо Который отбывает в Кингстоне пожизненный срок за изнасилование и убийство двух антарийских девушек Что именно проделал в тюрьме Ричард Уилс не оглашается в прессе Однако это сильно беспокоило его соседей, ему очень сильно Известно о его поведении на судебном процессе в Нью-Маркете Где ветеран полиции, который отслужил в правоохранительных органах 25 лет Находясь на скамье подсудимых, неоднократно шокировал всех Прерывал речи судей, обвинителей и свидетелей, громко испускал газы или рыгал Однажды он дошел до того, что, запустив руку к себе в штаны, стал прилюдно затем разглядывать оставшиеся на пальцах экскременты По некоторым данным, странный полицейский также демонстративно облегчал свой мочевой пузырь в машине Которая возила его из камеры предварительного заключения в суд В конце концов, ведший процесс судья Мишель Фюрст распорядилась поместить обвиняемого в убийстве своей подружки в специальную камеру Где подсудимый мог наблюдать за происходящим с помощью телекамеры и отвечать на вопросы Однако прерывать кого-либо был уже не в состоянии После жалоб в Антарийской тюрьме Уилса перевели в федеральную тюрьму в британской колонии Где именно, в каком месте, власти не сообщают К делам Торонским Мэру Форду не удалось провести через Монсуниципальный совет идею строительства метро Вновь городское собрание Торонто проголосовало за прокладку рельсов по поверхности вместо сооружения подземных линий вдоль улицы Эглинтон и на Шепард Забаллотировали советники эту идею Руководствуясь, судя по всему, своими политическими пристрастиями Советники со счетом 24.19 похоронили метро, предпочтя скоростной трамвай LRT Признанному во всем мире самым удобным и быстрым средством передвижения под землей За эти политические дрязги многим нынешним заседателям придется расплачиваться нашим детям В большинстве крупных городов мира LRT легкое метро служит дополнением к метро настоящему Как способ доставки, например, к конечным станциям метро жителей дальних пригородов городских конгломератов Так, как это происходит в Нью-Йорке, Лондоне и Париже Ретроградские, продиктованные часто лишь стремлением завалить мэра идеи К сожалению, одерживают победу над здравым смыслом и перспективами развития настоящего Торонто Журналисты газеты Торонто Стар провели свое расследование, в ходе которого они пытались выяснить Насколько легко можно похитить в центре города чей-нибудь велосипед Свою своеобразную операцию журналисты провели на юго-восточном углу, например, площади Янгдандесу Хорошо охраняемого офисного здания Там расположен ювелирный магазин Всегда находится много народа и туристов, и жителей столицы Онтарио На глазах у них мнимые похитители увели припаркованный и пристегнутый к столбу велосипед Корреспондента Торонто Стар Джоша Таппера При этом воры мнимые использовали громадные 30-дюймовые кусачки с ярко-оранжевыми ручками Операция заняла у них всего 36 секунд Велосипед был при этом прикован к столбу аж двумя специальными цепями с замком Один за 10 долларов, а другой стоил аж 30 После того, как такой же успешный эксперимент был проведен еще в трех людных местах Торонто Газетчики сделали вывод Замки, качество замков, цепей, причем как дешевых, так и дорогих, вызывает большие сомнения А то, что рядом происходит похищение частной собственники Интересует самое минимальное количество граждан Граждане либо боятся, либо слишком заняты Либо слишком безразличны для того, чтобы хотя бы набрать номер экстренной службы 9-1-1 С наступлением весны количество пострадавших может резко вырасти Полиция призывает все-таки граждан проявить ситуацию на улице Хотя бы минимальный интерес и бдительность И не стесняться в подобных случаях звонить Либо в ближайшее отделение, либо опять же в службу спасения 9-1-1 Иначе в следующий раз жертвой преступников можете оказаться вы сами У жителей Новой Шотландии в международном аэропорту Торонто Отобрали традиционную мексиканскую игрушку-пиньяту Которую, наполненную конфетами, обычно разбивают, как вы знаете, на праздниках детишки Возмущенный действиями охранников аэропорта Пассажир заявил, что служащие отдела безопасности Проявили чрезмерное рвение и подозрительность Женщина, которая проверяла багаж Роберта Брауншвега Так зовут пострадавшего Изъяла пиньяту из-за того, что ей показалась игрушка из папье-маше Представляет опасность Моя восьмилетняя дочь очень расстроилась, говорит пострадавшая Она просила привезти ей что-нибудь из Мексики И теперь вот осталось вообще ни с чем Охранница не пропустила игрушку в самолет Заявив, что она может быть вымочена в керосине И это несмотря на то, что пиньята была приобретена пассажиром в магазине Дьюти Фри Уже в зоне ожидания для пассажиров в мексиканском аэропорту Он обнюхал ее и никаким керосином, конечно, игрушка не пахнет По словам представителя Air Canada, чья охранница проявила такую бдительность При проверке багажа прежде всего Учитывается мера опасности, которой могут подвергнуться все пассажиры Но я вам желаю, чтобы вас не постигла такая же судьба С сувенирами, которые вы привозите из-за границы своим друзьям и родным До следующей недели, увидимся Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова